Съехал частенько домой. Куда он ездил? В санаторий. Куда он ехал? Питсунтак. Исловод. Не важно. Вот. А тут тётка подозревает, что это серьёзно. Там она знала, что он гуляет, но это не серьёзно. Приезжает она тоже к нам. И вот в 3 часа ночи я слышу, такой вой истерический женский, что тётка ночью приехала и к нам не заходит. Она плачет на улице. Ночные рейсы были не были отменены автобусом. Почему это она уже началась на улице? Потому что она ведь настолько она мучилась, как женщина с душой нарыдалась. Она же его терять не хочет. Он и кормилица. Не он был. Он приехал, но она думает, что он приехал в стой, а он-то приехал один. И узнаёт об этом моя бабушка. Она ничего не делала. Это её мама. Бабушка была хоть и больная, но слушали её беспрекословно. Бабушка собирает собрание и говорит там, семью бросать не смеешь. Срочно меняешь место жительства Житомира, переезжаешь в другое место куда угодно, но уезжаешь вообще с города. Продаёшь свою усадьбу, дом, всё. Ну так к нему приехать всегда сможет. И он послушался. Ага, бабушка сказала, насколько она была больная, беспомощная. А он продаёт в Житомире дом, усадьбу, уезжает в Виннице и живёт с тёткой. Вот устраивается директором ресторана Южный Бук. Кобеля не отмоешь до бела. Вот. И тут младший сын, младший сын, заканчивается... Третье поколение не будем. Уже сын, уже внучек, хватит. Не надо поколение. Заканчивает школу. Нам уже всё и ясно. Одно одно слово. Заканчивает школу и дядя едет в Житомир договариваться, чтобы он уже учился на зубного кетка. Я ещё сплю, тётка его собирает и слышу, она ему задаёт вопрос. Если ты её встретишь, ты с ней поздороваешься? А он тебя обшихает духами и говорит... Ну чё он поздоровается, я к ней зайду? Ха-ха-ха! Ты смотришь, как это не зря. Ха-ха-ха!